Завершается год. Каким он был для Оренбурга 2? Что было самое такое запоминающееся? Какие положительные моменты, какие отрицательные? Ну, сразу хочу отметить этот год. Глядя на прошлогодний год, если брать по результатам выступления, то и в целом по игрокам, как они растут, то мы видим очевидный такой прирост. Поэтому год для нас складывался успешный. Если брать по играм, мы провели в этот отрезок времени 19 матчей, потому что задели еще и второй круг. Закончили первый круг, задели второй круг, поэтому такая большая нагрузка. Можно сказать, с июля месяца начался чемпионат. Это июль, август, сентябрь, октябрь. За четыре месяца мы сыграли 18 матчей. Поэтому здесь выступили, считаю, достойно. Если брать по статистике, у нас три победы, семь ничьих, мы лидеры по ничьим. Это мы не проиграли, можно сказать. Если не брать, что зацепили последние три проигрыша с лидерами, закончить чемпионат, у нас бы хорошая была бы статистика. Поэтому здесь я команде за этот отрезок времени поставил такую оценку четверку. Ну вот, смотри, во время сезона у нас были обыграны лидеры, можно сказать, набраны очки там, где мы не ожидали. Но при этом потеряли там, где можно было брать с Ностой, с Жевского. Что для роста футболистов важнее? Взять вот такие очки, которые не обязательно взять, или взять очки там, где неожиданно? Мы такую тему тоже поднимали. Знаете, здесь такой процесс шел, да, вот мы с этими лидерами, как бы можно сказать, подходили такой обоймой полной. И вот он как-то так сложилось с лидером, там, с Самкаром, там, с Иртышом, да, у нас полная была обойма. Мы даже где-то думали, кого ставить, да, этого игрока или этого, было право выбора. И были матчи, которые с той же там, там, Ностой, да, приехали у нас раз за ночь. Два вылетела, там, ну, такие, поехали в Новосибирск, у нас там 12 человек вообще в заявке, понимаете, хотя тренировали там обойму. И такие проблемы они были, но, как повторюсь, ничего страшного, мы с ними как бы справлялись, да, наоборот, такая ситуация, где надо как-то из нее выходить, да. Поэтому здесь такой был маленький дисбаланс. И вот именно, как вы говорите, попадать там на Ижевск, на Носту, да, вот нам такой боевой состав бы на них, да. Поэтому в целом, что там и с Ностой, что там и с Самкаром, что с Тюменью, да, хороший матч, вроде там счет 7-3. А содержание игры, посмотрите, все вот как бы получили удовольствие от этой игры, не глядя там на счет. Вот, да, поэтому, поэтому четверку я и поставил за эту часть. Обидно, да, обидно, что где-то мы сейчас брать, да, листок, о, вот здесь мы должны, мы должны, мы должны вообще там быть в пятерке, да, но это футбол, что есть, то есть. Ну, и при этом три подряд было вот этих матчей с Новосибирском, с Звездой и с Амкаром, когда вот мы в трех матчах взяли 5 очков. Это может быть пик какой-то формы тоже был? Ну, там все, что угодно может быть, может быть такая, как уверенность, да, появилась, да, и поняли, что можем играть. Опять же, повторюсь, что и обойма была, была обойма, никто не вылетал. И как бы вот мы цельная команда, каждый знал, что делать, да, не было каких-то вот этих шероховатостей, что это вылетел, вышел там запасной, начал, как бы у него свою, у него там в своей ситуации, он, да, только первый раз вышел молодой футболист. А здесь прям вот была, был костяк, и здесь только правильно расставить, кому сколько сыграть, кого подменить, кого выпустить, да, и были матчи, она бы дальше и продолжилась бы, если так вспоминаю по памяти, да, Мы там играли с туймазами, да, 2-1 проиграли. Ну, проиграли, там, нам забили, там, на 90-й, наверное, 5-й минуте или какой-то 90-й уже, да, хотя по игре мы видели, что, да, это матч наш, да, и такое сечение обстоятельств. Но всегда мы берем со всего плюс, то, что, потому что у нас молодая команда, да, что вот такие ситуации, они у них появляются во второй команде, да, это как идет опыт, да, что и на 90-е можно пропустить, можно там в начале забить, можно вести проиграть, да, поэтому они, как бы, набиваются шишек и сталкиваются с этими ситуациями непосредственно в этом чемпионате. В этом сезоне раздевалки глаза, наверное, горели ярче, чем в прошлом. Ну, мы, как бы, идем от матча к матчу, да, в плане психологии, да, я соглашусь, потому что, вы понимаете, вроде ничего не поменялось, если брать и тот сезон, я не хочу сказать, что мы там играли как-то, да, если взять таблицу, ты там последний проиграл, проиграл, а если брать по игре, повторюсь, где-то там не повезло, где-то там на 90-е тебе забили, да, она психологически всегда не удача, поражение, они всегда, как бы, знаете, не с таким настроением выходишь потом на тренировку, да, и когда есть ничья, победа, да, там, двигаешь дальше, она подхватываешь это все, да, удачу и двигаешься. Поэтому где-то мы вот здесь вот эту волну поймали, но, опять же, повторюсь, что это не какая-то удача, а это заслуга футболистов, да, их работа на тренировочном поле, все время стремление, и оно, естественно, будет давать плоды в то, что мы сейчас в этой части и увидели, да, и на выезде там Урал обыграли, там, ничью, там, Иртыш, Амкар обыграли дома, там, с лидерами Волгой на выезде ничью, да, сыграли, да, хотя могли там и проиграть, но мы смотрим на качество игры, что это не случайность, это именно по игровым моментам, именно где-то мы уже подтягиваемся к таким командам и можем им, да, создавать сопротивление и борьбу. Ну и вообще, как бы не секрет, что команда Оренбург-2 создана для воспитания молодых футболистов и для того, чтобы футболисты пополняли основную команду. На твой вот личный взгляд, кто сейчас ближе всего к основной команде, вообще, как вот эта философия вот к этому подходит, вот как должен был игрок, подпускаться на несколько минут, выходить за основу, просто тренироваться с ними, сидеть на лавке, или, может быть, быть отданным в аренду, чтобы там расти для первой команды? Да, сейчас посмотрите, у нас сколько, 5-6 игроков уже перезаключили контракт, да, это их заслуга, да, потому что видят в них и потенциал, да, и дальнейший рост. Естественно, чтобы футболиста познать, ему надо дать время, надо игровое время, да, чтобы он играл, и тогда ему какую-то оценку там давать уже, да, если он там в основном взяли команду, посмотрели, где-то готов он, не готов. Но то, что уже привлекаются там и к тренировочному процессу, и, да, там в том году и на сборы ездили, да, это ихняя заслуга, то, что ихняя работа, то, что они обращают на себя внимание. А то, что футболиста надо выпускать и играть, да, это надо, но так как у нас там у основной команды высокие задачи, да, выход, ну, мало кто будет рисковать там, да, что-то там молодого дать подпустить. Хотя в заявках они и были, да, уже несколько матчей ездили с основной командой где-то, это тоже для них рост, да, попав в основную команду, даже присутствуя на матче, пускай и не выйдя на поле, но попасть в эту атмосферу, это тоже шаг вперед для них. Поэтому вспомните матч Сочи, да, у нас был здесь дома, где сколько там, 4 или 5, да, игроков играли с дублей, да, была пандемия и перекрылись дублим. И хочу сказать, что отличный матч здесь провели, всем понравилось, да, и то, что дублеры там не выпали с игры и показали как бы себя там с хорошей стороны, да, поэтому вспоминаю этот матч, он был там не то, что один из лучших, а по качеству, по содержанию, да, все думали там 4 молодых играют сейчас там, да, но нет, и как бы ребята показали себя с хорошей стороны. Я хотел бы спасибо сказать тренеру за то, что доверил, клубу то, что доверил, все равно это риск выпускать молодого игрока, то есть в основной состав сразу, но тренер не побоялся, доверил, я надеюсь, оправдал ожидания, старался как мог. Лучше быть в заявке основы, постоянно ездить на матчи и где-то рассчитывать на какие-то выходы на последних минутах или все-таки почаще играть за Оренбург-2? Мое мнение, конечно, лучше играть, лучше играть, да, лучше играть, ну, опять же, эти ребята также и подходят и к тренерам, и спрашивают, можно мы там сыграем там за Оренбург-2, да, это правильный подход, да, но есть другие ситуации, что в основной команде есть и травмы, тоже подстраховка должна быть, поэтому здесь где-то там мы играем там дома, основа на выезде, да, ну, естественно, если там подстраховаться, они поедут за основу, пускай там не вышли, ну, это такие стечения, естественно, если матч там у основы, а мы на следующий день играем, конечно, они там спускаются, если там не сыграли, конечно, надо играть, надо играть, чем, тем более в молодом возрасте, чем вот просиживать, сидеть, сидеть, да, так года пройдут, а статистика там три матча всего сыгранных, Поэтому те ребята, которые за Оренбург-2 у нас промониторили, там есть игры по 1500 минут, по 1300 сыграли. Представляете, 1300 минут. Это какая там у него статистика, да, и то, что и сколько он получил опыта. Или будет у тебя там 90 минут сыгранных, а все время там в основе был-был, а сам как не совершенствовался и как бы не играл, не получаешь того, что в это время надо получить в молодом возрасте. Ну а кто есть, например, в аренду отдавать? Ну, это есть. В аренду, конечно, надо играть. Надо играть, мое мнение. Играть в аренду, все время искать момент, чтобы играть, играть. А эти ребята там, и Бедловский, и Болотов всегда, да, просятся. Если там не сыграли, можно, можно, конечно. И там уже тренер смотрит, надо, не надо, когда у них там следующая игра. Ну, это уже там ихняя кухня. Ну, а если вот ближе к фамилиям игроков команды Оленбург-2, которые могут быть в каком-то перспективном времени близки к главной команде? Ну, здесь может любой. Любой чемпионат идет, я повторюсь, они там сыграли кто-то тысячу минут, кто-то тысячу двести. Да, вот для меня как бы все равноплановые, все одинаковые. Да, кто там может, кто там вылетел там с основной команды, да, я повторюсь, там Сочи, вылетел там левый защитник, значит, берется левый защитник, не может там взять нападающий. И это и есть как бы такой шанс, да. Ихняя задача там до 20-21 года, как тренироваться, тренироваться, и она как бы, там, ну, сам Бог там может быть даст такой шанс. Поэтому здесь поименно как бы не хотелось говорить, потому что, ну, список такой расширенный, кого-то выделить, да, прям вот конкретно. Да, мы видим, кто может, поэтому как бы с ними там не перезаключались контракты, да, но это любой из Оренбурга-2, да, может оказаться. Здесь самое главное, да, его желание, его стремление, его работа и хотеть поставить цель, что я хочу. Ну, в этом году к матчу «Маринбурга-2» уже совсем молодые ребята подключились, вот их какие-то перспективы. Не затерялись они? Нет, не затерялись здесь. Всегда говорил и буду говорить здесь, как бы наша работа тренеров, да, там не то, что там вот есть Оренбург-2, на, иди там и там 10 игр играй в старте. Нет, у него другая, другое как бы, да, время. Он только вот полгода назад был, на Россию играл со сверстниками, понимаете, и тут уже во взрослый профессиональный футбол. Здесь надо видеть каждый индивидуальный, кто-то может с характером играться и готов сразу, да, кто-то, то, что сидит только на лавке, на замене, да, как мы говорим про своих, если он воснулся, это тоже плюс. Да, вот он посидел, и здесь все показывает тренировочный процесс, его отношения и его характер. Сколько ему там выделять, там 10-15, посмотрите, тот же там Гулько, да, он же не сразу там в стартовом составе стал играть. Все он тренировался упертым, и мы видим, почему нет. Вот в этой игре, знаете, может быть, так попали, да, что там забил, забил, и все, пошел, молодой парень, да, и пять мячей забил. Привет, группа здоровья, всем абсолютно. Я считаю, и с ними тренировался два года. Ну, теперь он будет, Гулько, например, будет получать больше времени в Оренбурге-2? Он и попал уже как игрок, как основного состава, как нападающий, понимаете, начиная там с пяти минут, там с десяти минут, да, и сейчас он, можно, на данный момент, он там полноценный игрок там основного состава стал. Ну, и теоретически, может, и главная команда. Может, может, любая, но, опять же, не говоришь, вот он пять забил, и все, у него там все компоненты там на высшем уровне, понятно. Он должен понимать, что ему еще много над чем надо работать. Это такой маленький трамплинчик в его жизни, да, произошел, где кто-то, да, там голова закружится, и все, пошел, и статистики пока есть. Да, а кто-то, хочу большего-большего, да, есть цель и будет двигаться, поэтому такой трамплин для себя он как бы сделал, да, и мы видим, что это парень не так, да, что забил-забил и потерялся. Он хочет-хочет, он все время лезет, но есть, повторюсь, много еще, где у него слабые места, которые их тоже надо подправлять, потому что, чтобы к 20-ти там годам, к 21-му он сформировался уже как по всем параметрам хороший футболист. Ну, сейчас нас зимний берет. Какие планы на межсезонье, и наверняка произойдет какое-то изменение в составе? Ну, изменения, опять же, у нас как мы производим, да, вот взяли там 2004 год, да, и хочу дополнить, уже даже и сыграли, да, с теми же лидерами на выезде с Амкаром, да, у нас там и Пожедаев, и Борькин, и Досковских 2003-го, да, там Ахватов выходил уже там больше. Да, Игорь. Поэтому какие-то изменения, ну, в плане того, что мы с Академией там берем, да, ну, вот по мне, например, я вот всегда сторонник того, что, ну, не делать таких больших изменений, да. Да, да, кто-то лучше берет, почему? Ну, я же их тренирую, мы тренируем, да, поэтому почему у меня как бы внутри философия, но если он что-то не понимает, надо доносить, надо бить в точку. Почему некоторые бывают там, да, тренеры, вот этот не устраивает, надо мне другого привезти, но я же тренирую его, понимаете, я же если отобрал и тренирую, значит, на них поставил ставку, если не получается, буду бить в точку, сколько надо, год, год. Но лимит у них тоже, они должны понимать, что он не безграничный, не может там три года тебя будет нянчить, нянчить, а ты там, блин, сегодня так, тебе дали, да, не убрали, занимаешься, и ты должен расти. Если прогресса не будет и роста не будет, вот тогда все основания есть у тренера, да, тебя вызвать как игрока и сказать, вот, смотри, ты пришел, а в чем твой плюс, рост, здесь ты болел, здесь ты пропустил, здесь ты не ходил, здесь у тебя еще какие-то проблемы, здесь ты, понимаете, а хотя тебе как бы давалось, да, давалось время, давалось как бы все для тебя, чтобы ты мог двигаться дальше. Поэтому от футболистов тоже очень многое все зависит. Ну, то есть сейчас будут такие игроки, которым придется завершить в том числе, да? Ну, пока в нашей команде я не вижу этого, пока не вижу, потому что команда как бы она собранная, можно сказать, сыгранная, да, как бы у нас хочется, чтобы игроки есть, да, кого-то лучших мы там четвертого года там взяли, уже укомплектованы, да, и здесь самое главное, создавайте друг другу конкуренцию. Здоровую конкуренцию. Будете создавать, вся команда будет расти и двигаться только вперед. Как говорю, в конце сезона друг другу руки пожали. Такое соперничество, конкуренция, она должна быть всегда. Только такая здоровая. Естественно, кто лучший, тот и играет на данный момент. Потому что и игрокам, говорю, для меня нету основной состав, такое понятие нету. Есть основной состав на конкретную игру, да, кто как готовился, как подводился, кто там лучше требования воспринимал, кто их лучше потом может на футбольном поле использовать, да, тот, естественно, по тренерскому штабу мнению, да, выйдет там в стартовом составе. Но это не говорит о том, что в следующей игру ты опять будешь в стартовом составе. Как ты проведешь матч, как потом будет там недельный цикл, поэтому здесь все равнопланово. Да, есть костяк, на котором держатся команды. Это там взять линии обороны, да, там Николаев, Хорошков, Артемьев, Фиденко, Шилов, да, Лобов, да, Чирязов. Вот на них она строится, вокруг него, да, это те игроки, которые могут где-то пропустить какое-то время, но ничего не потерять, да. Не потеряв там тактические мысли, еще что-то, да, чуть-чуть физически набраться и может выходить и играть. У нас он, Чирязов, это вообще, да, я посмотрел статистику, пропустил один матч и сыграл все игры по 90 минут. Парень по 97-го года, капитан команды, да, и вот, и можно сказать, что эту часть времени провел на достойном таком уровне. Не было какого-то скачка там. Чирязов, например, привлекался в основной команде, там только травма серьезная, да, за него. На сборах мы ездили, и на сборы, и в Турцию, да, привлекался, вот травму подкосил, но парень, видите, такой работяга, ну, это не может так, статистика просто, да, взять 90 минут, значит, он играл. Если бы где-то не играл, естественно, мы бы его поменяли, там еще что-то. Он своей работой, своим отношением дела к футболу, вот этим показывает. Вот здесь все по этому и видно. Как вы контактируете с Марксовым личкой? Может быть, какие-то задания он задает или следит как-то за игроками? Да, естественно, следит, да, отдать им должное всему, там, тренерскому составу, да, если у них игра, мы играем там на следующий день, они в полном составе, как бы присутствуют на матче, да, смотрят. Даже были моменты, где главный тренер вообще к нам на тренировку приходил, стоял, прям смотрел, вот это кто, вот этот, кто, вот этот, вот этот, там, игрок, да, понимаете, ну, уделяется внимание, да, также со стороны, там, спортивного директора, да, все знают поименно всех игроков Оренбурга-2, знают их способности, естественно, где ведется и диалог, там, что ему не хватает, там, да, вот ему бы, там, Будикевичу тренер, там, обыгрыш, там, поправить, там, понимаете, все время это идет в тренерский диалог со всем тренерским штабом, там, основной команды, это нормально, где-то что-то можем мы упустить, на что-то не обратить внимание, здесь уже более другой взгляд, может быть, да, там, с трибуны, где-то там подсказать, а почему вот так вот он делает, понимаете, и футболисты это чувствуют и понимают, понимают, что, да, матч, и пришли тренеры смотрят, и они все время мотивированы, да, может быть, даже где-то и перегорают, где-то перегорают, что, да, где-то не получается, но здесь уже, как бы, наша работа понять успокоит, поэтому здесь большое спасибо, да, в основной команде, которая уделяет на нас внимание, берет у нас и футболистов тренировочный процесс, да, и тренируется, и само такое, знаете, отношение, как позитивное, да, какие-то там неудачи всегда, как бы, подбодрят, там, поэтому здесь связь всегда есть, и диалог присутствует. Я знаю, что вот в какой-то конкретный день, если вы в этот момент не на выезде, не проводите собственную тренировку, то ты всегда на тренировке основной команды? Всегда, всегда, да, ни одной, наверное, не пропустил, и всегда в процессе, потому что не только там что-то меняет мотивирует, мне это интересно, мне это, да, это, каждая тренировка, ты всегда что-то берешь, подчеркиваешь, да, там, конспектируешь потом дома, разбираешь ее, на что она была направлена, и, естественно, там, второй, там, также наших футболистов берут, мне интересно на них посмотреть на фоне, там, команды основной, да, как они в тех же, там, квадратах играют, там, футбол, да, какие-то упражнения, чем, что им еще, да, подтянуть, но хочу сказать честно, да, были такие моменты, когда вот мы экипированы одинаково, да, со спины, там, на сборах, да, и не определишь твой ли это, дублер ли это или не дублер, да, вот именно там в тренировочном процессе, какие-то там упражнения, да, они там делают качественно все быстро, потому что, повторюсь, потому что мотивированы, да, хотят проявлять, доказывать, и все время на высоких оборотах они это делают. В тактическом плане нет каких-то параллелей между основной командой и второй командой, может быть, вот вам подсказывают, как именно построить тактику в этом матче, чтобы играть именно на такой момент, или наоборот, вы смотрите, как основная команда играет, и ставите такую же схему? Нет, здесь сейчас чуть, как бы, не то, что там по-другому, да, а приходим к выводу такому, то, что молодых игроков, у них не может быть такой, как бы, там, командная игра, да, там, все, вот мы поставили одну тактику, и вы играете, наша задача, как бы, лепить индивидуума, да, индивидуума, футболист, который должен быть и тактически обучен, и, там, и физически, там, да, и он может потом под любую тактику войти, здесь не может быть, потому что мы играем, там, соперником, там, они играют, там, в три центральных, да, мы, там, не можем в одного нападающего играть, они будут свободны выходить, значит, мы здесь где-то под соперника какую-то тактику меняем, либо какие-то требования к игроку, там, к инсайду, что если мяч в этой зоне, ты выдвигаешься, ты выдвигаешься, вы три, там, атакующих давите, там, на трех центральных, знаете, такая гибкая все время должна быть тактика, да, она отталкивается от какого-то скелета, есть скелет, опять же, это по выбирается, бывает у нас помплуа, кто-то вылетел, кто-то не вылетел, мы хотели какую-то игру сыграть в три центральных защитника, а у нас все три вылетело, приходишь в два, ну, опорным уже какие-то требования при обороне, говоришь, опускаешься, играешь вот так вот, знаете, здесь какого-то такого шаблона не должно быть, стараемся ее варвировать, да, и создавать тактики гибкости, в зависимости от амплуа, естественно, есть, там, скидывается, там, там, Воробьев, да, с основной командой, там, он, там, правый полузащитник, там, левша, левый, может играть, как мы хотим, флангами действовать, да, тогда здесь слева играя, нам нужны подачи, нужны удары, играя справа, тогда к нему идут какие-то требования, со смещением в середину, с ударом, поворотом, видите, и каждому амплуа дается, как бы, такая корректировка, да, его действия на футбольном поле, отталкиваясь, опять же, повторюсь, от скелета какой-то схемы, при обороне играем так, при атаке играем так, при стандартах играем так, поэтому здесь не может быть шаблон, там, стали, там, 4, там, 2, 2, 4, 2, 3, 1, и все, и вот так вот мы двигаемся, что эту схему с космоса видно, она все время гибкая, в зависимости от того, где находится мяч. И от вас часто такое сразу слышу, мы создаем не команду, а футболистов. Я ее и буду говорить, потому что мы никто не знаем, где наш футболист окажется, он сегодня здесь, завтра там, в Манчестер-Сити, мы не знаем, какую схему играет, мы не можем тактикой, вот, он будет знать эту тактику, придет, а там она другая, и он придет и скажет, но я так не привык, он должен быть разносторонним, подходить под любую тактику. И еще самый плюс для них, если он разносторонний, он может как сыграть позицию, как Бреев, да, у нас Сергей, он может и правого защитника сыграть, и опорника, и центрального, и инсайда, знаете, какой разносторонний, да, и таких, да, такие футболисты в футболе очень цены, да, как бы нет равных. Куда поедете, на сборы, что там будет за подготовка, и какие, вообще, с каким взглядом смотрится вперед в футболисты? Ну, повторюсь, такую, да, 18 игр сыграли, у нас в этой следующей части там остается там 8-9 игр, что-то такое, 9 игр вроде, да, уже чуть поменьше, да, и здесь больше у нас там выездных таких игр, да, еще такие спаренные будут там, там, и Омск, там, Барнаул, там, где там переезжать там по 800 километров надо, да, поэтому здесь уже больше будем на выезде, как бы проводить времени, да, и с командами такими, и лидирующими, можно сказать, там, с Ностой мы уже сыграли, с Ижевском сыграли, сейчас вот ждем только Ладу, и у нас там остаются такие лидеры, там, Тюмень, да, там, поэтому будем готовиться, да, соберется команда где-то 17 января, проведем здесь, и у нас запланирован в феврале турнир в Казани, для чего этот делаем турнир, потому что взяли там игроков четвертого года, да, те, кто мало провел игр, да, их, как можно сказать, такой, не то что, селекционный, да, посмотреть какие-то связи, как вы там друг с другом будете играть, понятно, повторюсь, обойма есть, которая себя проявила, показала, да, и здесь уже какие-то еще там ходы нам, может быть, кто-то себя и проявит, и, ну, больше соберем информацию с этих игр, естественно, потом мы, будет южный сбор, это где-то в марте месяце, с десятых числах, да, уже поедем в Адлер, поедем в Адлер, и будем там готовиться, запланировано там 4-5 игр, все, и уже будем готовиться к первой календарной игре, которая будет у нас на выезде в Перми, с играми звездой Пермь, 3 апреля, первая календарная игра, последний сбор в Адлере, там уже последние две игры, там уже приближенно, уже какой состав у нас будет, да, именно сколько замен, да, сколько у нас там, 5 замен, именно 5 замен, прям, если будет удаление, значит, не будет лишний игрок выпускаться, как есть, промоделируется уже чемпионат. Я знаю таких болельщиков, которые выходят на Оренбург-2, но выходят на основу, расскажи почему. Ну, это, наверное, естественно, да, и хотелось бы еще даже и позвать болельщиков, так как у нас 98% местных, да, ребят, дай бог, что пандемия даст болельщиков, приходили, да, это же приятно смотреть именно на своих доморошенных игроков, да, а то, что кому-то нравится здесь, ну, может быть, версия, у нас, видите, счета бывают 3-7, приятно же видеть 10 голов, там, да, и там 5 голов в первом тайме, да, и 5 голов во втором тайме, это же ошибки, переходы, эмоции, да, может быть, и поэтому. Мне вот тоже раньше всегда нравилось смотреть КФК, где ты не знаешь исход, кто победит, да, команда ведет 3-0, может проиграть 4-3, понимаете, да, и здесь такие эмоции, может быть, у каких болельщиков они, да, они им и нужны, потому что здесь, где основная команда, хотя я не хочу сказать, мы тоже там выиграем и по 4-0, но где-то уже там где-то 1-0, может быть, да, счет там 2-0, ну, такая целостность, а здесь больше ошибок, переходов, ударов, нестандартных решений, да, такие ошибки, там, из центра могут забить, вратаря перекинуть, понимаете, это как бы красит футбол, да, и повышает такие эмоции, может быть, поэтому. Да, хочу, чтобы болельщик, дай бог, повторюсь, да, в этой части, потому что и будет не столько много там домашних игр, да, приходите, обязательно приходите и поддерживайте своих ребят, как бы они там, вы должны понимать, то, что эта команда создана именно для спортивного совершенствования ребят, а не для какого-то там сиюминутного результата в турнирной таблице, понимаете, он вышел только с детско-юношеского футбола, да, может кто-то родители, да, смотрите, ваш также сын занимается в академии, да, через 2-3 года он может попасть уже в эту команду, уже привлекайте в этом возрасте и водите их на стадион, смотреть, как это происходит, чтобы это потом ему не было что-то новое, да, вот он выпустился и он пришел в какую-то новую, он уже где-то изнутри может понять, как проходит матч, как выходят команды, какие тут эмоции, какие тут требования, понимаете, поэтому приходите, поддерживайте, да, не критикуйте, самое главное, потому что, повторюсь, должны понимать, это команда для дальнейшего совершенствования мастерства, которые, представляете, они в 17 лет уже играют по профессиональному футболу со взрослыми мужиками, в 17 лет, играет, там, в старт он составит, да, выходит там на таем, да, не где-то он там на 5 минут вышел в взрослой команде, был незаметен, а здесь на него такая падает и нагрузка, и ответственность, поэтому наша задача, чтобы они не сломались, понимали это, да, именно в психологическом плане, не физическом, они у всех перебегают, а в психологическом, да, они могут где-то проиграл, 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 и что-то не так, и он думает, он не так тренируется, и все это не так, понимаете, поэтому здесь нужна, как бы, ваша поддержка, да, там, пишите комментарии, там, не критикуйте никогда их, да, они свое, дай бог, дадут, да, не сейчас, не в 16-17 лет, а в 20-21, да, и поэтому все вместе мы можем быть, как бы, там, двенадцатым игроком на поле, да, и они это, молодые ребята, всегда это читают, смотрят, контролируют, для них каждая, понимаете, близко к сердцу все это воспринимает, кто-то что-то не так написал, или наоборот, там, хорошо, и это чувствуется в тренировочном процессе, поэтому давайте уж за своих поддерживать, что бы там ни было, дай бог, чтобы кто-то вышел дальше, да, если посмотреть вообще общую статистику, хоть один оренбургский у нас играет где-то в РПЛ, или там еще где-то, ну, Луценко, Евгений наш, ну, давайте создавать вот это со второй команды, да, именно местных, что дай бог, через 5-10 лет кто-то будет, хотя бы какие-то корни будут наши оренбургские, мы будем этому рады, и чем их будет больше, тем лучше. Пользуясь случаем, хочу всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать крепкого здоровья, да, всем вам и вашим близким, всем тем, кто причастен к футболу, да, пожелать в следующем году поставить цели и к ним двигаться, всем здоровья, удачи и берегите себя.